мир вам дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет мы рассматриваем самые интересные и самые важные места священного писания хотя на самом деле все в священном писании важно и вот сегодня у апостола павла мы вспоминаем такие слова и многие даже вот задают вопрос что здесь подразумевается наша брань не против крови и плоти но против начальств против властей против мироправителей тьмы века сего против духов злобы поднебесных вот что же это за начальство и власти против которых мы так сказать вот ведем брань сразу говорю что это вовсе не наши начальники мирские и вовсе не наши государственные власти и какой смысл вообще жить всю свою жизнь она-то носит очень короткая эта жизнь всю жизнь провести в какой-то мятежности недовольстве негодование на вышестоящих а потом в итоге попасть в тот же самый ад вместе с ними гореть в том же самом пламени ну а цепишь ты немножечко так отгребешь от себя угольков в аду ну а дальше то что и стоило ли посвящать себя всему этому потому что на самом деле есть и некоторые невидимые назовем их кукловодами те кто двигают покорными грешными людьми и поэтому наша брань должна быть не против плоти и крови а именно против начальств властей мироправителей тьмы века сего то есть духов злобы поднебесных вот как есть такое известное высказывание что врага надо знать в лицо хотя тут надо тоже соблюдать некоторую осторожность вспомним художника в рубеля который был просто гениальный живописец но вот он начал рисовать демонов то там демона сидящего то потом демона поверженного и в итоге это закончилось его госпитализации такими вот душевными психиатрическими сбоями и он сам потом тоже вспоминал что это дано было ему за то что он слишком много внимания уделял вот этой такой инфернальной теме да то есть теме темного мира если ты слишком в него всматриваешься то он начинает проявлять себя в твоем собственном сознании а его проявление всегда деструктивно поэтому особо вот много внимания не стоит но на собственно говоря никто не спрашивает потому что с нами уже ведут брань также как вот ева она не сама соблазнилась да а ее кто-то соблазнил вот кто-то ей подсказал да кто-то вот так же на самом деле и каина также вот подтолкнул хотя мы видим что это было прежде всего его решение и иуда который предал христа про него тоже сказано что вошел в иуду сатана и он искал как бы предать христа спасителя то есть вот эта темная сила она все же присутствует так что же мы можем почерпнуть из указанных слов во первых тут написано что они духи да вы сказано духи злоба поднебесной во первых духи то есть это не плотские существа и христианин это должен понимать что вот подлинно враги они невидимы это падшие духи это духи то есть не какие-то вот материальные объекты не какие-то сущности подобные людям а это в общем-то представители ангельского мира тоже когда-то сотворенные сотворенные богом как чистые как вторые светы как призванные к вечной бессмертной бесконечной жизни но вот про них сказано что они духи злобы а злоба это что это противоположность добру также как ненависть противоположность любви также как гордыне противоположность смирению то есть часть ангельских сил она отпадает от бога и мы знаем что началось это все с деницы с такого вот высшего ангела об этом есть ряд высказанными священном писании вот у пророка иезекииля там тоже частично вот об этом написано так говорит господь бог это как бы вспоминая то состояние которое было когда-то у вот этого высшего ангела господь говорит ты печать совершенства полнота мудрости и венец красоты да потому что все творение божие оно отражало совершенство отражало мудрость и отражало красоту почему потому что сам бог и есть высшее совершенство высшая мудрость и высшая красота поэтому мир как творение божие и ангельский мир все это тоже отражал как чистое зеркало и читаем дальше ты Ты находился в Эдеме, в Саду Божьем. Ну, мы знаем, что это действительно тоже присутствовало. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Ну, тут идет образное описание. Потом сказано, ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то. Ты был на Святой Горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершил был в путях твоих со дня сотворения этого. Да коли не нашлось в тебе беззаконие. И вот дальше здесь дается такое объяснение. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего. Ты погубил мудрость твою, зато я поверну тебя на землю. И, в общем-то, в чем выражалась вот эта вот гордыня, тоже у пророка Иезекииля чуть раньше есть это объяснение. Там буквально сказано, ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божием. То есть, вот она гордыня сатанинская, противопоставление себя Богу. То есть, гордый, он что говорит? Я вот сам по себе. Я хочу жить, так сказать, только сам по себе. Никто на меня не влияет. Я независим от всех. И гордый, так сказать, отпилив сук, на котором сидел, отправляется в такой свободный полет. Чем это закончится, понятно. И духи некоторые из ангельских сил, они увлеклись вот этой гордыней сатанинской. Они восприняли тот же самый дух противления. И поэтому говорит, что они духи злобы, то есть их множество. Причем, тут упомянуто еще, что начальство и власти. Сказано, что брань против начальств, против властей и так далее. Против духов злобы поднебесных. Почему так? Потому что вообще ангельская иерархия, согласно такому богословскому исчислению, отталкиваясь еще от Дионисии Ариапагита, в ней девять чинов. То есть, в ней был строгий порядок три триады. И в высшей триаде, там Херувимы, Серафимы, престолы. И вот как раз падший Деница, как мы читали, он принадлежит, принадлежал, как предполагается, принадлежал вот этому чину Херувимов. Кстати, Херувимы, они озаряющие мудростью, они просвещающие подлинной мудростью. А тут получается так, что была мудрость, а стало безумие. Ну, разве же это не безумие, вместо того, чтобы быть в Боге и созидать что-либо, и радоваться бесконечно, вдруг превратиться во тьму и смыслом своего бытия сделать разрушение всего и вся вокруг. Потому что самая суть зла в разрушении, оно не может созидать. И сатана, весь, так сказать, вот смысл, если можно говорить о смысле его бытия, заключается в том, чтобы вредить другим, вот пакостить другим. Увидел Адама и Ева в раю, что они наслаждаются, радуются, вот нет, надо все перепортить. Увидел, что растет прекрасный вот Авель, нет, вот надо настроить Каина, чтобы он убил Авеля. Увидел, что нашелся вот праведник Ной, нет, вот надо обязательно среди детей его, да, тоже искусить хама, чтобы он впал в этот грех небрежения и так далее. И везде вот дьявол пытается только портить, искажать, соблазнять. И сам пребывает в страшном таком вот, у него нет радости, но есть злорадство, у него нет покоя, да, но он, так сказать, вот самодовольно насыщается, когда как бы энергетически подпитывается, когда видит, что люди исполняют его желания. Вот что такое, то есть была премудрость, стало безумие. И духи, которые последовали за ней, они тоже оказались из разных чинов. Вот из средней триады, там средней триады – это господство силы власти, да, и вот тут упоминаются в частности власти, да. То есть это одно, один из чинов ангельских, который отвечает в том числе вот за такие чудотворные, за власть над стихиями. И мы знаем, что, ну, бесам иногда тоже попускалось совершать, ну, некоторые чудеса или как бы чудеса, вот когда Господь позволил сатане. Сатана, конечно, и спрашивал позволения, и Господь позволил ему, и бесы навели огонь, то есть показали, что как будто огонь исходит с неба, попаляет овец стада Иува, праведного Иува, да. А потом вообще уничтожается, поднимается ветер, уничтожается дом, где сидели его дети, а потом и болезни на него находят. То есть в каком-то смысле вот такая власть иногда дозволяется дьяволу. И вот здесь упоминается как раз вот этот тоже некоторые представители, отпадшие представители этого чина ангельских властей, а также чин начальств. Ну, начальство – это низшая иерархия уже ангельских вот этих триад, начальство – архангелы-ангелы. И, ну, мы не будем так вот сейчас вот подробно углубляться, скажем только, что получается так, что из разных чинов ангельских духи отпали. И вот они стали именно духами злобы, причем сказано, что они духи злобы поднебесные. Вообще, конечно, в Священном Писании там действительно так упоминается, что вот когда дьявол и, так сказать, сподвижники его были низвержены, а низвержены откуда? С небес, с небесного божественного мира, потому что там не может пребывать злоба, там не может пребывать ненависть, там не может пребывать зависть и прочая греховная злая страсть. Вот поэтому подумаем, если мы сами завидуем, если мы сами ненавидим, кому мы уподобляемся? Вот это все не может быть в небесном духовном мире, и вот они не спровергаются в мир ниже небес. И у апостола Павла еще там тоже в некоторых местах встречается такое, что это князья мира воздушного, да, то есть те, которые уже вот под небесами, а вот в нашем физическом пространстве они пребывают, искушают людей различными там соблазнами, и вот поэтому и говорится, вот они под небесными, то есть под духовными небесами, они не могут быть на духовных небесах. Но в воздухе, который мы иногда воспринимаем как небо, наше физическое такое небо, которое красиво, где облака, вот тут иногда дьявол тоже может нас облазнять, и вот так вот являются, бывают какие-то НЛО, допустим, инопланетяне, и только когда вот эти вот люди, до этого веровавшие в НЛО, заигрывавшие вот и с этими как бы инопланетными тоже вроде бы силами, на самом деле это падшие духи, изображавшие себя инопланетянами, вот когда такие люди потом все-таки обращаются ко Христу, осеняют себя крестным знаменем, то эти обольстители тут же отступают, тут же они отходят в сторону, то есть бесы, они действительно стали господствовать в этом где-то воздушном пространстве на какое-то время, и поэтому, в общем-то, все язычество на самом деле, ведь боги язычников, казалось, тоже приходят как бы с небес, но в каком виде они изображались? Вот возьмите римское верховное божество Юпитер, он являлся как крылатый дракон, его так ими написывали, что он является как крылатый дракон, а кто такой дракон, о котором свидетельствуют в Библии? Вот в Апокалипсисе сказано, что сатана есть древний змей и дракон, называемый сатаной и дьяволом, дьявол, то есть клеветник, сатана, то есть противник, он воспротивился Богу, да, и клевещет на все творение Божие, пытается клевету внушить людям на Бога уже, да, то есть он клеветал Еве, говорил, что вот Бог вам неправильно сказал, что вы умрете, а на самом деле вы станете как боги, а в итоге получилось, что у них просто их смертность проявила себя, и они не стали как бы, они увидели, что наги стали умирать, поэтому всякое обольщение бесовское, это обман, ему прислушиваться не надо, и язычество, которое царило до Христа, отчасти еще кое-где сохраняется сейчас, не все приняли Христа, вот это язычество, это тоже царство демонического мира, где бесы выдавали себя за богов, где они требовали себе жертв, и эти жертвы, то есть вот люди приносили жертвы богам, а на самом деле бесам, это льстило гордыни демонической. Вот в одном из древних таких повествований, это, конечно, языческий такой эпос, отчасти там перелагаются библейские, конечно, события про потоп всемирный, сказание, миф о Гильгамеше, и там главный герой, вот на Пештим, вот он в один момент, он приносит жертву богам, и там сказано, что боги, как мухи, слетелись к приносящему жертву, то есть вот они, как мухи, да, которые на кровь слетаются и пытаются вот кушать это, вот так они слетались, почему? Потому что они требовали себе почести, почета, и все язычество, зачастую очень такие вот были тоже и срамные служения, когда блуд посвящали богам, и вот тоже демоны, они вот как мухи, слетаются на эту нечистоту, об этом, кстати, говорил святой Василий Великий, потому что бесов привлекает всякая нечистота, так как они сами нечистые, и они пытаются этим обольщать людей. И вот поэтому они называются мироправителями, да, то есть против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Про наш век говорится, что он пребывает во тьме, ну, не все. Мы знаем, что свет пришел в мир, это сам Господь Иисус Христос, воплотившийся Сын Божий, и, кстати, он разрушил силу дьявола. Он говорит, что ныне князь мира сего изгнан будет вон, и поэтому, как только приходит Христос, тут же бесы покидают одержимых. Мы видим в Священном Писании, что едва только бесноватые встречаются с Господом, как тут же они в страхе падают и в панике начинают выпрыгивать, буквально выпрыгивать, выскакивать из этих одержимых, и просят, ну, хотя бы вот в свиней нас пошли. То есть мы вот не можем никому не вредить, вот мы хотим вредить, но хотя бы вот позволь нам этим свиньям повредить. Ну и Спаситель, оказывается, вся власть-то у Спасителя, он поэтому после воскресения говорит «дана мне всякая власть на небе и на земле». И он позволил им, а для чего позволил войти в свиней? Чтобы показать, что бес только вредит, что он только повреждает, что он только обманывает и не может не давать ничего, так сказать, созидательного. Поэтому верить им нельзя, никакой экстрасенсорике, никакой мистике доверять нельзя. Вот верили Ванге, допустим, да, вот известной предсказательнице Ванга, а сохранились воспоминания ее племянницы Красимиры Стояновой. И она описывает и говорит, что вот мы бывали вот у нашей тети, и вдруг она начинает говорить каким-то грубым таким, не своим голосом, и начинает вдруг пересказывать все, что я делала за этот день, то есть как будто вот кто-то рядом находился, действительно наблюдал. И потом вдруг уже Ванга так вот вздыхает, отошла от нее вот эта сила. Ванга, племянница Красимира, спрашивает тете, вот что ты такое мне говорила? Она говорит, да это не я, это вот мной овладевают иногда такие вот силы. И сама Ванга тоже еще признавалась, что иногда она видит вот этих духовных сущностей, как такие вот прозрачные фигуры, хотя она была, мы знаем, она потеряла зрение, но вот образы какие-то ей давались вот этих демонических на самом деле сущностей. И она говорит, что вот они постоянно там рядом, и что-то ей открывают, но иногда, говорит, приходят те, которые над этими господствуют, как бы князья вот этих сущностей, и вот они мной владевают, и тогда мне действительно бывает очень и очень худо, и в каком-то смысле вот это действительно тоже одержимость, такое беснование. Ей завладевали ее телом, да, говорили другим голосом, и она испытывала такое томление страшное, что и вот жаль, что не обратилась она на самом деле ко Христу, что Христос освободил бы ее, он и сейчас освобождает от власти демонических сил. И вот таким образом перед нами открывается вот это страшное реалие, что есть падшие духи, которые воюют против нас, которые пытаются нас обмануть, или посредством вот каких-то там магов, предсказателей, астрологов. Астрологи тоже в этой череде, в этой среде находятся. Астрология – это одна из разновидностей оккультизма. Всякая там вот мистика – это то, что явно, язычество, которое было и которое сейчас. Вот Анна Смолик, исследовательница различных малых народностей, на Дальний Восток или этносы тоже, которые рядом с озером Байкал, и там тоже сохраняется язычество. И они напрямую говорят, кого они признают. Там даже не боги, а именно духи. Духи, которые пребывают рядом, которые кого-то делают шаманом и овладевают его сознанием. Фактически тоже одержимость страшная. Это и есть подлинное лицо демонического бесовского мира. Он только мучает, он только приносит вред, обман, всякую деструкцию. И да, они отпали от ангельской иерархии, из разных вот этих структур, но у них у самих порядка нет никакого. Это вы знаете, как свора злодеев, в которые каждый сам за себя пытается себе выгоду, но для того, чтобы совершить какое-то преступление, они временно объединяются в банду. Вот они объединились в банду, пограбили кого-то, кого-то там убили, причинили вред, а потом тоже каждый сам за себя и друг друга там грабит, убивает. Вот что такое демонический мир. И хотим мы того или нет, но наша брань духовная, она против них. И вот не нужно пугаться, потому что тот, кто с нами, сильнее всех них. Вот если ты вместе со Христом, то никакой демон к тебе даже близко не приблизится, вот как они покидали вот этих одержимых. И святой Иустин, философ, древний такой вот святой, апологет христианской церкви, он уже говорил и писал самим язычникам у него апологии, он говорит, что вы знаете, что даже когда вот ваши языческие целители не могли помочь больным и одержимым, то наши христианские учителя, призывая имя Христова, освобождали этих людей, освобождали от власти демонических сил. Но борьба наша, она на самом деле более тонкая. И вот святые отцы, они говорят так, что демон, он не может завладеть душой человека, пока не завладеет его умом. А ум, он в чем выражается? В наших мыслях. И, конечно, не всегда мы можем вот так вот распознать, это у нас собственная наша мысль или бес нам ее подбросил. Но зачастую, как вот святитель Игнатий Бринчанинов об этом писал, что, да и в потеряках древних, там раскрывается в одном из древних потеряков, вот старец наблюдает, как вот бесы, они как будто пускают какие-то стрелы в христиан, и каждая стрела – это такой вот помысел, да, или осудить кого-то, или превознестись над кем-то, или позавидовать, и вдруг раз, ты чувствуешь тебе какое-то изменение, вдруг что такое, вроде бы был мирный, а тут какая-то вот мысль, раз, к тебе подскочила и схватила твой ум, и не дает тебе покоя. То это зависть, да, то это какое-то осуждение, недовольство, ропот какой-то, или ты вдруг в унынии пребываешь, или самое страшное – это когда гордыня охватывает, и вот если ум пребывает там, то его начинают потихонечку вот заволакивать вот эти демонические искушения, поэтому как только ты испытываешь самый первый такой прилог, лучше тут же обратись ко Господу с молитвой «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Боже, спаси и прости меня». То есть пусть ум обращается сразу с молитвой к Господу, и тогда вот внутри уже сияет какой-то свет. Если это искренняя молитва с ясной мыслью и от искреннего сердца, то это уже свет, такой вот луч света в душе, и он будет рассеивать вот эти вот помыслы. То есть старайся не хватать вот эти греховные помыслы. Святые отцы даже сформировали некоторые такие вот признаки. Святитель Игнатий Бринчанинов об этом говорит, что искушение врага, оно всегда определяется последующим таким вот критерием, что оно приносит с собой в душу смущение. Оно лишает тебя мира, оно привносит с собой нечистоту, какую-то рассеянность, тревожность, подавленность. То есть все греховное и злобное, оно деструктивное по своему характеру. И вот, допустим, находитесь вы где-то, да, и вдруг что-то вас вот изнутри подстрекает произнести какое-то вредное слово, а ты не произноси его. Или что-то изнутри подвигает тебя сказать какую-то злую шутку, или произнести скверные слова. И вот пойми, что в этот момент ты искушаем падшим духом. И тут же, поняв это, обратись к молитве Господа. Вот так и совершается эта духовная брань. Повторю, что не всегда мы можем распознать, внушает это падший дух, или мы сами придумали эту мысль. А может быть, даже нам и не нужно вот входить в эту тонкую разборчивость. Это дается уже на определенных этапах духовной зрелости. Но помни одно, что если ты допускаешь внутри себя дух блуда, блудливости, дух гордыни, если ты внутри себя допускаешь дух зависти или дух осуждения, постоянных пересудов, постоянного ропота, то ты уже начинаешь общаться и входить в общность с падшими духами. Это дьявол горд. И если ты горд, то ты с ним одного духа. Это дьявол всех ненавидит. И если ты ненавидишь, не хочешь прощать, а готов всех крушить, все там ломать на своем пути, если ты в своих мыслях начинаешь там убивать, отнимать, то и в этот момент ты находишься в общем, так сказать, в общении с падшим духом. Вот, конечно, часто люди скушаются какими-то такими самыми низкими страстями, блудными страстями. И у преподобного Нила Синайского у него вот есть такая мысль. Он говорит так, что демон принимает на себя лицо женское, дабы вот в каких-то сонных видениях, или даже не сонных, а когда человек вот только лег, начинает что-то представлять в уме своем, разыгрывать какие-то вот блудные картины. И это вот демон подбрасывает такие плотские образы. А мы по своей слабости, по своей действительно развращенности начинаем вступать с ним в некую беседу, он нам дает картинку, сознание наше начинает работать, накручивать. И вот так идет некая, ну, выразимся, синергия, такой богословский термин. Но синергия-то у нас должна быть с Богом. А тут получается сотрудничество с демоническим миром. Вот в одном из древних потеряков там описывается, как отец вместе с младенцем фактически ушел в пустыню и жил среди монахов. Это египетские края, это древнее время, поэтому там из какого-то села по той или иной причине можно было действительно удалиться в монашеские вот эти обители. И его сын, он с детства рос среди монахов и вообще не видел женщин. И потом вдруг в отроческом возрасте, когда просыпаются наши, так сказать, половые наши признаки, он вдруг приходит к отцу и говорит, что я во сне начинаю видеть образы непонятных мне людей. И, в общем, он описывает образ женский, который он никогда не видел. И, ну, отец не придавал этому значения. Потом они как-то шли вместе куда-то и действительно увидели женщин. И мальчик говорит, вот это те, кого я видел в этих сонных видениях. И отец очень изумился, что, оказывается, бесы могли уже показать ему женщин, которых он никогда своими физическими глазами не видел, потому что действительно дьявол может что-то вот внушать. И наша задача не принимать никаких вот визуальных картин, а всецело обращаться вот с молитвой к Богу, чтобы ум наш был чист, и чистый ум, он и ночью хорошо отдохнет. Чистое сердце, оно и среди дня будет спокойно. То есть вот это вот важно. Чистое сердце, чистый ум – это всегда самое выигрышное состояние. Вот еще из древнего потеряка там рассказывается тоже схожая картина, когда ребенок, сын вместе с отцом воспитывался среди пустынников. И, ну, тоже вот в юношеском возрасте его уже там блудные помыслы беспокоят. Он говорит, позволь, я вообще уйду в мир, буду там жить. И ему отец говорит, что ты пойди в пустыню, вот помолись там 40 дней, и я тоже буду за тебя молиться. И вот через, проходит 20 дней, и вдруг он видит, что идет некое страшное такое черное существо, как будто бы в образе женщины, но на самом деле это вот такой демонический вид, и при этом страшное зловоние, и подходит, говорит, я та, которая кажется сладкой в сердцах человеческих, я привношу вот эти вот плотские видения, плотские образы, искушения, и соблазняю людей в общении с собой. Но так как ты вот явил вот эту вот все-таки строгость, и вот, в общем, она отходит от него, этот бес являлся в таком виде, то есть на самом деле все блудные картины – это заигрывание с демоническим миром. И вот этот вот юноша, он смог выдержать это испытание, вернулся к отцу. Ну, от нас, конечно, не требуется быть монахами, но что от нас требуется? Чистота сердца и чистота ума. Поэтому знай, что если ты начинаешь гордиться, ты отделяешься от Бога, ты становишься, приходишь в общность с дьяволом. Поэтому сразу не спровергай в себе гордыню, как только чувствуешь это, кайся в этом. Говори, Господи, прости меня грешного, впадаю я вот в эти помыслы тщеславия. Если подступают тоже блудные какие-то искушения, всем сердцем обращайся к Богу и вспоминай какие-то чистые святые впечатления. Вот каждому христианину время от времени даются такие, такое чувство благоговения, страха Божия, святыни. И вот нужно вспоминать именно вот это чувство святыни, когда подступают блудные помыслы. И так вот с каждым другим искушением нужна, конечно, своя рассудительность, свое терпение, а точнее долготерпение. И вот брань эта, она нелегка, но на самом деле Господь всегда находится рядом с нами. Если ты претерпеваешь это, то ты не один, а с тобой претерпевает, и с тобой тебе помогает сам Господь. Но на самом деле, вот если сказать прямо и честно, вот как есть, для нас нет иных вариантов. Либо бороться, либо сдаваться. Дьявол не будет с нами заигрывать, он нас будет искушать. Искушать блудом, искушать гордыней, искушать различными другими страстями, злобой, ненавистью, непрощением, негодованием, ропотом, унынием, отчаянием, прочими грехами, их же не из числа. И вот хочешь борись, хочешь сдавайся, но твоя вечная участь во многом находится в твоих руках. Вот быть с кем, или объединиться своим внутренним духом с духами падшими, или же все-таки открыть свое сердце для Духа Святого, постоянно, каждый день молитвенно обращаться ко Господу, чтобы очищать свое сердце. И через это, несомненно, Господь явит милость, ибо Господь — это и есть высшая милость. Вот поэтому, братья и сестры, хотим мы того или нет, но наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей, тьмы векосевых, против духов, злобы поднебесных. Но этих духов сокрушил наш Господь. А если мы вместе с Господом, если мы осеняем себя крестным знаменем и обращаемся ко Господу нашему Иисусу Христу, то и сила Его прибудет с нами, и да поможет нам в этом Сам Господь Своей благодатью. Аминь. Храни всех, Боже, дорогие братья и сестры.